Сегодня Япония является одним из мировых лидеров по производству роботов для всех сфер жизни. Смотрите топ-5 крупнейших робототехнических гигантов Японии и подборку их самых крутых роботов. Первым самым совершенным и знаменитым гуманоидным роботом в мире был вовсе не Atlas от Boston Dynamics, а Asima, разработанный компанией Honda. Создание робота началось в 1986 году. За 14 лет компания прошла несколько этапов, изучая типы походки и строения ног человека и животных, чтобы научить гуманоидного робота быстроте и устойчивости. В итоге в 2000 году Asima впервые предстал перед публикой, а в 2011 была выпущена последняя версия робота с первой в мире технологией контроля автономного поведения. Робот обладал не только способностью контролировать свое тело, распознавать местности, работать с некоторыми предметами, но и умел взаимодействовать с людьми, включая понимание их поз и жестов. На 2009 год было выпущено порядка 100 Asima, но в 2018 году компания прекратила разработку робота. Одновременно с 2008 года компания разрабатывала экзоскелеты Vulcan Assist Device, персональные мобильные устройства U3X, Unicoob и Unicoob Beta, а также робота дистанционного наблюдения для работы на нижних этажах ядерного реактора атомных станций. В каждом из девайсов были применены технологии, отработанные на роботе Asima. Они же стали основой для новой линейки сервисных роботов Honda 3E Concept Robotics, персонального компаньона 3E-A18, персонального мобильного устройства 3E-B18, интеллектуальной тележки 3E-C18 и мобильной робототехнической платформы 3E-D18. Компания Toyota также активно занимается робототехникой. Самым известным роботом компании является гуманоид с дистанционным управлением THR-3. Робот точно повторяет движение оператора с расстояния до 10 километров при помощи технологии сети 5G. Благодаря системе Master Manoeuvring System всеми частями тела робота можно управлять с помощью собственных движений. При этом оператор с помощью технологии обратной связи контролирует координацию и силу контакта робота с людьми и предметами, а также видит все его глазами с помощью гарнитуры. Робот отличается гибкостью и плавностью движений. Настоящим звездным часом в сфере робототехники для Toyota должна была стать Олимпиада 2020 в Токио. Роботизированные талисманы олимпийских и параолимпийских игр Мирайтова и Самэйти, разработанные компанией, должны были приветствовать публику. Роботы THR3 и TTR1 обеспечивают удаленное присутствие тех, кто не смог попасть на мероприятие вживую. Роботы серии HSR Human Support Robot и DSR Delivery Support Robot должны были позаботиться об удобстве зрителей в инвалидных колясках, проводить их на места и предложить выбор легких закусок и напитков. А робот FSR Field Support Robot должен был стать помощником судей. Оснащенный полностью автоматической системой управления, FSR может собирать используемый в процессе соревнований спортивный инвентарь. Также Toyota продает роботов-компаньонов Kiroba Mini, способных общаться не только с человеком, но и с автомобилем компании, а также с умным домом. В топ-10 производителей промышленных роботов в мире входит 5 компаний из Японии, и одной из них является Яскава. Сегодня она производит порядка 40 тысяч роботов в год, большая часть которых выпускается под брендом Motoman. В ассортименте роботы для сварки, сборки, резки, окраски, складских и исследовательских работ, а также готовые решения под нужды клиентов. В 2015 году компания отпраздновала 100 лет, в честь чего превратила свою штаб-квартиру в Китакюсю, в деревню роботов, открытую для посещения. На счету компании много инноваций. Например, в 1994 году она выпустила первый в мире контроллер роботов, MRC, способный синхронно управлять двумя роботами. А в 2007 году увидел свет самый быстрый в мире робот для дуговой сварки, Motoman SSA 2000. Также компания выпускает коллаборативных роботов для совместной работы с людьми. Например, Motoman HC10 способен выполнять широкий круг задач, поднимать грузы весом до 10 килограммов и работать в радиусе 1,2 метров. Но главное, что роботом можно управлять вручную, без программирования, что позволяет быстро интегрировать его в любой процесс. Есть в компании и биомедицинский робот. Motoman CSDA10F – это роботизированная система с двумя руками-манипуляторами, способная точно и аккуратно работать в лабораторных условиях с любым стандартным лабораторным оборудованием. Робот легко обучаемый может быть использован в фармацевтике, клинической диагностике, исследованиях и разработках новых лекарственных препаратов. Например, стартап ElpStories воплотил успешную бизнес-модель по выпуску персонализированных косметических средств и терапевтических продуктов с использованием Motoman CSDA10F. Другим японским гигантом по производству промышленных роботов является компания Fanuc. Ее роботы работают по всему миру, включая завод Tesla Factory во Фримонте. Робот компании M10IA12S, отличающийся компактностью, скоростью и маневренностью, является одним из самых популярных роботов в мире. По некоторым оценкам, общее количество роботов M10IA12S в мире составляет порядка 2 миллионов штук. Обучающая система управления Learning Vibration Control дает роботу возможность повышать собственную производительность самостоятельно. Другой выдающийся робот Fanuc M2000IA2300 является одним из самых больших роботов в мире. 2300 в его маркировке обозначает грузоподъемность в 2,3 тонны. Он способен поднимать и переворачивать очень тяжелые предметы, не теряя скорости и точности работы на высоту почти 4 метра. Также робот способен опускать поднятый груз в точно заданное место. Роботы M2000IA2300 установлены на Boeing, BMW, Saab, Land Rover и других. Сварочные роботы Fanuc серии ARC Welding обладают системой технического зрения Fanuc IR Vision, которая позволяет им определять тип детали, ее положение, а также проводить послесварочный осмотр. В отличие от предыдущих двух компаний, Kavada Inc. занимается проектированием гуманоидных роботов для промышленности и других целей. Самым известным является Next Stage, промышленный гуманоидный робот, способный взаимодействовать как с другими роботами, так и с людьми. Манипуляторы робота оснащены системой распознавания изображений. Он умеет выполнять обычную механическую работу, закручивать винты, строчить на машинке, собирать конструкции из деталей и даже делать кофе. Может выступать в качестве фронтального погрузчика для захвата, транспортировки и складирования небольших объектов. Next Stage начали использовать в производстве различной техники еще с 2009 года. На японской фабрике Glory Ltd они занимаются сборкой банкоматов и автоматических платежных терминалов. Машины работают бок о бок с людьми, не создавая для них никакой опасности. Next Stage может работать бариста. Цена робота доступнее, чем у Spot, от 62 тысяч долларов. Также существует исследовательская версия робота с открытым исходным кодом. Также компания при поддержке Национального института передовой промышленной науки и технологии AIST занималась реализацией Humanoid Robotics Project, финансируемого Министерством экономики, торговли и промышленности Японии. Роботы HRP-1, 2, 3 и 4 создавались на основе роботов серии P, закупленных у Honda. Это были промежуточные роботы до появления ASIMA. В рамках Humanoid Robotics Project роботы научились самостоятельно вставать, ходить по узким дорожкам, работать с некоторыми инструментами и объектами. Но они не были самостоятельными. В 2018 году AIST, уже без участия Кавада, создали на базе этих разработок более автономного роботостроителя HRR-5P, который уже способен выполнять ряд поставленных задач самостоятельно. Хотите узнать еще о пяти японских компаниях и их невероятных роботах? Ставьте лайк видео, и мы сделаем вторую часть обзора. Подписывайтесь на канал и смотрите в плейлистах обзоры самых крутых роботов мира и свежие новости технологий. Субтитры создавал DimaTorzok